1. Влад Трибасараб, он же Влад Цепеш, он же Влад Дракул, князь, господарь, в Аллахии в 1448 году, 1456, 1462 и 1476 году. Тот самый, который послужил прототипом персонажа Дракулы, как правитель отличался крайней неуравновешенностью и жестокостью. Причиной тому, вероятнее всего стали психологические травмы, полученные в подростковом возрасте, когда Владу несколько лет пришлось провести в качестве «залога» при дворе турецкого султана. Известен случай, когда Цепеш созвал к себе около 500 бояр и спросил их, сколько правителей помнит каждый из них. Оказалось, что даже самый младший из них помнит не менее семи царствований. Ответом Цепеша была попытка положить конец такому порядку, все бояре были посажены на кол и вкопаны вокруг покоев Цепеша в его столице Торговешты. Одно из самых жутких свидетельств гласит о том, что Дракула любил завтракать на месте казни или месте недавнего сражения. Он приказывал принести ему стол и еду, садился и кушал среди мертвых и умиравших на колах людей. Также был описан случай, когда тиран приказал своим стражникам прибить к головам гвоздями шапки иностранных послов, которые отказались снять их, войдя к графу в покой. Послов послал Мехмед II, узнав об этом, он пошел на Влада с войной. 2. Леопольд II Леопольд II был вторым королем Бельгии и правителем Конго. Он занял престол после своего отца Леопольда I в 1865 году и сумел удержать власть. Его правление в Конго стало одним из самых скандальных в истории. Леопольд захватил территории Африки в 76 раз превышающие по площади размеры современной Бельгии. Более трех миллионов граждан Конго стали жертвами его режима. 3. Каллигула Гай Юлий Цезарь Август Германик По некоторым данным, безумство Каллигулы началось после того, как он пережил тяжелую болезнь – энцефалит. Пользуясь властью, он ублажал любые свои нечеловеческие прихоти, вступал в интимные отношения с родственницами и устраивал кровавые оргии. Во время поединков выкидывал на арену зрителей, чтобы их съели дикие животные, казнил простой люд направо и налево, даже заставлял близких родственников убивать друг друга. 4. Франсуа Дювалье Гаитянский диктатор, бессменный президент Гаити с 1957 по 1971 год. Запретил в стране все партии, профсоюзы и общественные организации. Заключил в тюрьму всех священников, которые отказывались славить его в своих проповедях. Пользуясь популярностью в Гаити культа Вуду, позиционировал себя как могущественного колдуна. Мог свободно расстреливать население без суда и следствия. Самое изощренное и любимое из его пыток – помещение виновного в ящик с лезвиями. 5. Пол Потт, Пол Потт или Салот Сар, камбоджийский политик, руководитель «красных кахмеров» и глава правительства демократической Кампучии с 1975 по 1979 год. На его руках кровавый геноцид камбоджийского народа, когда за четыре года было истреблено 20% населения страны, причисленных им к «интеллигенции» и «буржуазии». Всего жертвами режима «красных кахмеров» стали полтора миллиона человек. 6. Жан-Бедель Бакаса, президент Центральноафриканской республики с 1966 по 1976, император Центральноафриканской империи с 1976 по 1979, один из самых эксцентричных диктаторов XX века. Его имя и сегодня большинство граждан Центральноафриканской республики произносят с ужасом и содроганием. И не случайно, Жан-Бедель Бакаса, принявший власть в 1966 году, был не только садистом, убийцей и тираном, но и самым известным высокопоставленным людоедом. Однажды, в рамках празднования Дня матери в 1971 году Бакаса освободил всех заключенных женщин и приказал казнить мужчин, уличенных в преступлениях против женской чести. Вот основные методы усмирения недовольных, которые использовал Бакаса, скармливание крокодилом, переезд грузовиками, разрывание на части. 7. Нерон, Нерон Клавдий Цезарь Август Германик. Нерон получил власть над империей в 16-летнем возрасте. Вначале он вел себя достаточно скромно, а через пять лет наступил период не столько правления, сколько деспотии. Он случайно убил первую жену и казнил вторую, убивал политических противников и устраивал кровавые разборки со всеми, кто попадался под руку. К тому же он продолжил традиции невероятных оргий, позабытых с времен правления Каллигулы. Как известно из писания историка Светония, на теле Нерона не было ни одного места, которое он не осквернил, участвуя в импровизированных свадьбах с евнухами и наложницами. 8. Адольф Гитлер, человек, не нуждающийся в представлении, правитель и центральная фигура фашистской Германии. Создал диктатуру, известную как Третий рейх. Под руководством его политиков погибли миллионы людей. Только в России погибло 20 миллионов мирных жителей и 7 миллионов солдат в ходе Второй мировой войны. 9. Генрих VIII Тюдор, основатель англиканской церкви, он развернул жесточайшие репрессии для того, чтобы принудить английское духовенство к новым порядкам. По оценкам историков, за время его правления в Британии было уничтожено 376 монастырей, а более 70 тысяч человек казнено и сожжено на кострах. 10. Тамерлан, среднеазиатский тюркский полководец и завоеватель, основатель империи Тимуридов. В своих завоевательных походах он убивал несчетное количество человек, зачастую убийства отличались крайней жестокостью. Так, по его приказу были заживо замурованы около 2000 жителей города Исфисор, который пал под его натиском. В Грузии за один день на его глазах в пропасть были сброшены 10 тысяч человек, в том числе женщины и дети. Кстати, образцом для подражания для Тамерлана был Чингисхан. Современные историки расценивают его преступления как расчетливый геноцид. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!